Герцогам сосекским запретили использовать слово «королевский» в своем брендё. 38-летняя Меган Маркл, Меган Моркл, постаралась не потерять оптимизма. Супруга принца Гарри сделала признание своим близким друзьям. Она выразила мнение, что их с мужем провоцируют на громкие заявления. К ним относятся более предвзято, чем к остальным членам британской королевской семьи. Табу на бренд Сассикс Ройл – лишнее тому подтверждение. Меган сказала, что им не оставили другого выбора, кроме как сделать публичное заявление. Она отметила, что если кто-то и должен чувствовать себя оскорблённым, то это они. Они никогда не собирались наживаться на слове «королевский». Намекать на то, что они каким-то образом злоупотребляют своими привилегиями, «абсурдно», – рассказала подруга герцогини. В то же время Меган постаралась не отчаиваться из-за новых ограничений. Они с Гарри будут продолжать подниматься над завистью и мелочностью, сосредоточившись на добре, которое они создают, и на том, чтобы быть лучшими родителями для Арчи, продолжил инсайдер. Герцогини Сассекская заверила друзей, что будет защищать своего мужа, потому что он самый честный и самый преданный из всех людей. В то же время Меган считает, что инициатива последнего запрета для них исходит от их недоброжелателей, а не от Елизаветы II. Королева была под давлением, чтобы сделать эти требования об изменении бренда, говорит источник. Меган убеждена, что Гарри по-прежнему является фаворитом своей венценосной бабушки, и другие просто не могут смириться с этим, сообщает Daily Mail. Ранее супруги сделали заявление на своей официальном сайте. Хотя нет никакой юрисдикции со стороны монархии или кабинета министров в отношении использования слова «Ройл» за рубежом. Герцог и герцогини Сассекские не намерены использовать словосочетание «Сассекс-Ройл» или любое повторение слова «Ройл» на любой территории, либо в Великобритании, либо иным образом, когда переход произойдет весной 2020 года, говорится в послании. Меган и Гарри также отметили, что другие титулованные члены семьи свободно занимаются коммерческой деятельностью. Однако в отношении них создали прецедент. Для мятежных герцогов ввели 12-месячный срок наблюдения после того, как они сложат свои полномочия и начнут независимую финансовую жизнь. Принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы провести серию завершающих встреч перед уходом из семьи. На первой встрече он попросил присутствующих называть его просто по имени. Решение супругов поддержал Дэвид Бекхам. Футболист заявил о позитивных переменах в своем старом друге после его женитьбы и рождения ребенка.